Айфорекс и сегодня мы сделаем немножко асессмент и покажем пару техник, техник, которые исправляют какие-то partial correction. Сегодня в гостях у нас Ольга, дизайнер, и мы сейчас, мы уже видим, что она сидит в каком-то специальном, как это, положении на работе, и я сейчас это просто покажу. Первое, первое, что я обратил внимание, это студ косточки на ноге, то есть баннентол. Скорее всего, у нас есть небольшой коллапс, да, видите, что происходит, коленка вывернута сюда, то есть идет большая нагрузка на эту часть ноги, поэтому этот мост растет, то есть она надо, видите, постоянно выравнивать, скорее всего, проблемой тоже будет в судробедренном суставе. Теперь мы идем в судробедренный сустав. Что мы делаем? Мы находим переднюю кость и прикладываем наши пальцы и смотрим, где есть какое-то нарушение. Здесь не такое большое нарушение, но вы видите, что правая часть немножко выше, чем левая. Совсем чуть-чуть, это не так страшно, совсем чуть-чуть. Бывает много. То есть, что происходит? Скорее всего, она, весь вес переходит, большинство веса переходит на левую сторону. Ты иногда не замечаешь, что ты начинаешь на левую сторону. Окей. И что мы наблюдаем здесь? Что... Вот голова, вот ты сейчас только что корректировал. Голова вот так, то есть ты, скорее всего, когда сидишь возле компьютера, ты иногда смотришь вот так, да. То есть, что происходит? Это мышцы на правой стороне начинают сжиматься, то есть они становятся гиперактивными и здесь они, наоборот, расслабляются. Вот. Что нам надо делать? Нам надо восстановить плечи. Если мы заметим, вроде бы, да, плечи не так плохо. То есть, на одном уровне, но если мы видим, то вот эта рука, она немного больше завернута вовнутрь. Это более распрямлена. То есть, что происходит? Вот так. Ты, наверное, держишь телефон здесь или что-то ты делаешь такое, что... Я поднимаю это ключом. Ты так-то понимаешь его. То есть, вот это надо... Поэтому, если вы видите, то вот. Вот это происходит. Вот это надо исправлять и мы этим поработать немного. И сейчас мы поработаем над нашими бедрами, мы их выровняем и, конечно же, немножко над ногами. Окей? Как исправлять? То есть, у всех есть, конечно же, ротация в позвоночнике, ротация в ильюме. И что мы здесь наблюдаем? Если мы найдем задние пастериальные... Posterior sacroiliac bone sacrum. Вот они здесь находятся. И мы смотрим, на каком уровне они находятся. Здесь они находятся на одном уровне, но правая сторона немножко ниже. То есть, она уходит в луже. Что мы делаем, чтобы это исправить? Очень классная техника. Мы подходим с обратной стороны, прикладываем руку на ту сторону, которая выше. Просим нашего клиента немножко поднять бедро. Что мы делаем? Очень нежно, вот так, рукой. Мы берем за ильюм. Ильюм и немножко раскачиваем. Раскачиваем. Смотрим, как у нас есть у нас restriction. И выводим на первую... первый барьер. То есть, первый барьер, где тело уже не может идти. Вот оно здесь. Я чувствую, она не может идти. И что я делаю? Я создаю силу вниз и выдавливаю сюда. Теперь я прошу ее нежно, где-то 20 процентов ее силы давить вниз, в сторону стола. Ага. Что она делает? Она создает контрфорс и позвоночник начинает выравниваться. И тоже sacro. И вот такой вот. И я немножко вывожу, прорабатываю. Здесь очень нежно. Я не карапрактор, поэтому какую-то силу применять здесь не надо. И она опять давит. И чуть-чуть еще дальше выводим, отпускаем, расслабляем и выводим еще дальше. То есть, видите, уже мы можем чуть-чуть больше вывести. И возвращаем. Замеряем обратно. И даже видим, что уже на эту сторону позвоночника. То есть, перекрутили сюда. Но так как она делает одно и то же движение, одну и то же рутину, то, скорее всего, позвоночник развернется. Что нам надо делать в этом случае? Дать ей, конечно же, домашнее упражнение. Это, скорее всего, будет. И что нам надо сделать? Это дать, конечно же, упражнение. Обычно это развороты, косящие. То есть, если вы все поняли, помните, как наши деды и прадеды косили траву слева направо. Вот такие вот типы упражнения. Они помогут держать вот этот позвоночник и сайкрум в этой позиции постоянно. И Ольга легла на стол. И теперь мы смотрим и опять замеряем, изменились ли наши бедра. То есть, смотрим. И мы прикладываем, опять же, на наши онтериальные и леакные кость. И теперь мы видим большую разницу. Что произошло? Гравитация. Скорее всего, где-то была компенсация. И теперь, если вы видите, где-то сантиметра 2, левая сторона выше. Что мы делаем? Теперь мы должны делать это на одном уровне. Если мы даже проверим на... И теперь очень интересно. А здесь, здесь все идеально. Окей. Не буду говорить на камеру, но потом скажу. Что мы делаем? То есть, нам надо восстановить этот баланс этих хипсов. Я даже вижу, как она немножко наклоняется на эту сторону. Что мы делаем? Мы находим нашу PSOS muscle, мышцу души. Она находится... Берем, нащупываем пупок и также кость или акул кость. Вот она. То есть, вот это расстояние. И где-то половина этого расстояния мы прикладываем 3 пальца. Многие делают перпендикулярно и пытаются найти эту мышцу. То есть, начинают ее разрабатывать. Это немножко болезненно. Поэтому я рекомендую где-то угол 5-10 градусов. И немножко вот она дышит. Начинаем дышать. Медленно. И мы его прорабатываем. Я очень чувствую, как забита эта сторона. Нигде не больно. Иногда при дотрагивании этого в этой части чувствуется как это ради... Ну, не радиация, а импульсы. уходят импульсы. У мужчины иногда уходят в яичник. Тестиклс. Как это будет? Яички. Яички, да. Яички, да. Яички. Уходят ногу. И также может уходить в заднюю спину. То есть. Вот. И мы сейчас разрабатываем. Если вы не уверены, нашли вы или нет, мы просто берем и поднимаем ногу. То есть, мы ее выводим вот в такую позицию. Вот. И я чувствую, как под моей рукой начинают активироваться мышцы. И вот такими вот движениями, как будто она ходит. Чувствуешь, да, сразу? Я опускаю, поднимаю. Могу сделать немножко вращение. Вот. Очень слишком сильно забито. Почему? Скорее всего, я говорю, что ты... Вообще у людей проблема в том, что мы привыкаем к какой-то позиции, к одной и той же. Мы этого не замечаем уже. Поэтому мы не присутствуем. И, например, вот сидим вот так. И мышцы, они... Некоторые активируются, а некоторые расслабляются. Потому что твой мозг, он думает, что это позиция, которая тебе нравится, и это так и должно быть. Он не знает, что в будущем это, ну, будут какие-то проблемы. Он... Мозг, как бы, помогает тебе, да. Он создает твою систему твою, скелетную систему. То есть, твой pattern, как это по-английски говорится. То есть, какая-то мышца перенагружается, да. А какая-то, наоборот, расслабленная. Пришел наш Велвет. Come here, Велвет. Come here. Велвет. Вот. Бари-бари. Вот. И мы немножко расслабляем. Может, пройти поближе, чтобы показать. И теперь уже, когда мы немножко поработали, мы можем уже углубиться. Если будет больно, сразу мне говори. Не обязательно... Никогда не должно быть боли при массаже. То есть, если при мануальной терапии. Глубокий вдох. Через живот. И выдох. И выдох. И выдох. Глубокий вдох. И выдох. И подожди. Вот такое вот у нас. Вот такое вот у нас. Угу. На заднем плане вы слышите Михаила, он там проводит лекцию по энергии. Можно немножко проверить, если есть боль в sacroiliac joint, просто над одним, где не болит на заднем плане. Отлично. Если мы давим чуть-чуть вниз и происходит боль вот в задней части, вот в этом месте, то это, конечно же, проблема с sacroiliac joint. Вы видите, как Ольга лежит, у нее немножко вот ноги, то есть они вот в такой вот позиции. То есть, скорее всего, у нас расслаблены редакторные мышцы и немножко напряжены мышцы ITF, Tasha Fascial Atta. И, конечно же, возможно, есть какие-то рестрикции в наших судообедренных суставах. Мы можем проверить это немножко здесь. Здесь у нас отлично. То есть, мы здесь 35 градусов, internal rotation of the hip, и external rotation, то есть 45, если я не ошибаюсь. Сюда здесь нормально, нигде не болит. Ну, как не ломаешь коленку, что немножко неприятно. Я не ломаю коленку, значит, скорее всего, у нас не работает голеностоп. Как проверить, работает ли голеностоп? Мы зажимаем колено, чтобы оно никуда не ходило, выставляем наш голеностоп в нейтральную позицию и пытаемся развернуть его вовнутрь. То есть, не идет вообще абсолютно, нет никакого движения, должно быть 20 градусов, как минимум. И теперь, скорее всего, смотрите, как у нас идет наружу, то есть без всяких проблем. То есть, вот здесь есть проблемы. То есть, надо мобилизировать наш голеностоп. Поэтому растет вот эта косточка. Скорее всего, у нас валгустный лэг, который делает вот такое вот движение. То есть, это пока нормально, но с возрастом это может привести к большим проблемам. Хорошо, что она теперь знает. Теперь мы берем нашу ногу и, конечно же, пытаемся чуть-чуть вытянуть ее. Немножко сделать, мобилизировать. Я беру вот так за голеностоп, снизу и просто тяну на себя. Да, без всяких напряжений. Можно немножко покачать ее, посмотреть, как у нас работает. Да, голеностоп, то есть, не работает. Проблема немножко с голеностопом. Вытягиваем и попросим ее просто подтягивать свою ногу к уху. То есть, просто вытягиваем. Не поднимаем, не поднимаем. Как будто как пингвин. О, да, отлично, отлично. И расслабляем, расслабляем, расслабляем. Вот немножко уже чувствуется больше движения. Если это большой человек и клиент большой, а вы немножко меньше, можно зажать между ног, между коленами, держать здесь. И вот таким вот образом вытягивать. Можно опустить руки под наклоном. И вернемся к нашему, к нашему бедрам и посмотрим, что мы сделали. То есть, мы сейчас опять же проверим, приложим наши пальцы и вуала. Если вы видите, то почти на одном уровне. То есть, они на одном уровне, да. Вот так. Просто мы расслабили подвздошную мышцу. Soul Muscle, PSOS и у нас все восстановилось. Теперь мы, что мы будем делать, это работать над нашими плечами. Если вы видите, что, как мы замеряем и понимаем, что нету, что большое напряжение идет в грудной части. Мы находим каракойд. Вот здесь. И расстояние от стола до каракойда должно быть меньше, чем 1 инч. Это где-то 4 сантиметра. Но здесь, я думаю, чуть-чуть больше. И смотрите, какая разница у этого плеча и у этого плеча. То есть, это плечо намного, намного ниже. И еще, смотрите, какая тут, да. То есть, намного ниже. Можно даже замерить линейкой, но у нас нет линейки сейчас. И смотрите, клавикарная кость, то есть, наша ключица, насколько она, градус у нее больше. Совсем, может, на 5-6 градусов, но это очень-очень заметно. То есть, это плечо постоянно у нас выше. Окей? Можно выключить. Да, все. Препрессию позвоночника. То есть, начнем с шейного, шейного, трассикального, ломбарного. И, конечно же, немножко с ножками поработаем и с нижней частью. То есть, что мы здесь делаем? Можно взять полотенце, обмотать и, конечно же, полотенцем. Очень нежно и без всяких. Я зажимаю шею в таком вот положении. Могу положить руку на лоб. И что я делаю? Я просто вытягиваю. Или можно просто двумя руками. Если больше большой клиент, что я делаю? Вытягиваю, отпускаю. Происходит декомпрессия всего позвоночника. Без всяких резких движений. Мы не коропракторы. Очень нежно. Можно чуть-чуть поднять, зажать вот таким вот образом на X. Как X, положить голову на этот X и немножко вытянуть. Расслабить и отпустить. То есть, я говорю, что мы не коропракторы. Мы не делаем вот таких вот движений. То есть, нежно проверяем тракт. Отлично. Теперь мы берем руки нашего клиента и делаем, скрепляем пальцы вот так. И ложим на за нашу голову. Теперь мы мобилизируем терресикальный и немножко нижнюю спину. Что мы делаем? Мы берем за локоть, выводим наверх. Теперь мы... Пришел Велует опять к нам. Заводим и ложим нашу руку под лопатку. То есть, наш клиент полностью контролируем его. Что мы делаем? Мы вот первую рестрикцию почувствовали, вывели. И теперь мы здесь вот просто его немножко как бы поубаюкаем. Вот таким вот образом. И попросим Ольгу немножко давить вниз. Дави вниз. А обратно как будто ты хочешь выречь. Отпускаем. И немножко выводим дальше на другой уровень уже. И здесь вот таким вот. Заставляем ее дышать. Возвращаемся опять. И так вот, мобилизируем. Немножко чуть добавим порза, силы. Держим за головой. Опять. То есть, берем локоть. Локоть на себя. Поднимаем. То есть, не пытаемся причинить травму себе. Потому что поднимать тоже до первого рестрикции. Таким вот образом. Ну, проработали. И теперь, ну и что мы делаем? Мы прорабатываем нижнюю часть. Можешь отпустить руки, если ты хочешь. Что мы здесь делаем? Мы ставим ногу. И немножко закрепляем ее. То есть, ставим ее под колено. То есть, вот если вы заметите, нога у нас под колено. Так вот поставили. И что мы делаем? Идем на эту сторону. И просто переворачиваем вот в эту сторону. Можем давить на плечо, чтобы создать еще больше сил. И вот таким вот. Ольга сегодня делала у нас йогу. Она размятая. Поэтому никакой рестрикции я не чувствую. Поэтому делайте йогу. Как у нас кундалини. Хатха. И то же самое здесь. Переходим на другую сторону. Переворачиваем. Как делают карапракторы? Они ложат на стороны и пытаются мунипулировать вот здесь. То есть, мы карапракторы. Нежно и без всяких направлений. Все нормально? Ты чувствуешь растяжку? Отлично. Хорошо. Здесь мы выводим две ноги. Берем, опять же, за низ голеностопа. И просто вводим. И делаем долфин. Долфин тейл. Дельфиновый хвост. Да. И можем упереться в стол, чтобы он не двигался. И потянуть немножко на себя. Вот это отличная декомпрессия нашего позвоночника. Спасибо, что смотрели. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok